Ну что же, ребят, не успела мне приехать коробка с Марвелл СС Капком недавно, приехала ещё одна, опять иероглифы, ну, не из Японии, но всё-таки. Посмотрим, что в этой коллекционке нам приехало, нам, мне. Ну, понятно. Поехали. Распаковочные моменты, конечно. Долгие. Может, я начну их обрезать когда-то. Аккуратные подверсти, пупырчатые. Коробки и пакеты, короче, много всякого дерьма, и даже вот такие вот хлопья, которых я немножко себе оставлю, я буду что-то продавать, буду вкладывать. Так, убираем пока эти хлопушки. И достаем, как говорится, гвоздя. Я уже смотрел, на самом деле, на почте или меня никто ничего не обманул, поэтому, как и в прошлый раз, у меня как-то по-английски говорится sneak peek. Так, и пик-пик был, да и вы увидите, что внутри. Вот, вот, коротко, красноречиво нам об этих вещах не сказано. Внутри у нас... Всё, в кадре. Внутри, в этой коробке. Вот, вот эта вот игра. Сама коллекционка шла без этой игры. Я её купил отдельно, если кому интересно. Выглядит диск вот так. Ещё бумажка такая, бумажка всякая. Ну, в общем, красоты эпохи PS3 с большими мануалами ожидать не стоит. Ну, на полку поставить вот эту штуку будет очень приятно. Убираем чёртовые бабушки. И снимаем рукав. Вот, надеюсь, у него что понадобится. Попробуем немножко подправить, наверное. Снимаем рукав. Рукавей что-то пишет. Руками не трогать. Держать статую за базу. Вот, чтобы ничего не испортить. Рукавчик не будет, убираем. Так, походу я вверх ногами достал. Я улэнь. Давайте. Серьезно. Ещё повредим статую. Вот этот вот этот фейл. Вот такой знак игры. Мне первая часть очень нравилась, которую, пока не супер, не играл. Надеюсь, там не исправим. Вот такая красивая коробка. Внутри такая, не знаю, не видно, но такая бархатная немножечко. Теркс, а внутри в этой коробке ещё пенопласт. Как его достать-то аккуратно. Наверное, аккуратней чем так. Ну-ка. А внутри... Блин, там, короче, была такая ниточка, за которую надо было поднимать дно. Я идиот. И этого не сделал. Простите, ворвы. В общем, в этой штуке измазано каким-то говном и клеем. Не будем ругаться. Не буду ругаться, знаете, по какой простой причине. Потому что чувак, который мне продавал эту коробку, он не уверил, что здесь нет стилбука. Что эта коллекционка без стилбука в состоянии отличном, но стилбука нет. И я такой думаю, ну ладно, игра есть. Перебьюсь без стилбука. А стилбук-то тут есть. И твою мать, он охренительно. Он просто шикарен. Поэтому диск с игрой. И всей вот этой вот красивенькой макулатурой перекочевывает в этот красивейший стилбук. Чувак, который мне отправил эту посылку. Во-первых, спасибо тебе за упаковку. Я на почте реально прозрел. Чтобы вы понимали, вот эта коробка была еще в одной коробке, а там была еще какая-то прослойка. Ну, в общем, отправил по-царски. Вообще, ну, даже никаких претензий нет. Плюс стилбук, которого не обещалось. Он предлагал там еще стилбук доложить с другой коллекционки. Или просто отдельно. Ну, нужно было что-то платить, какие-то сумасшедшие деньги. Я не знаю, чувак. Ты или облажался, или это такой мне подарок за то, что я у тебя уже не первый раз покупаю. Ну, в случае, спасибо тебе, дружище. Я очень тебя благодарен. Честно. Просто, блин, по-мужицки я тебе благодарен. В общем, тут такое дело у меня кончилось. Внезапно память, поэтому прервалось немножечко. Но, что здесь произошло? Значит, я вот половиночку оторвал вот этой штучки. Здесь еще всякие бонусные материалы. И в этот момент я очень сильно прозрел. Потому что второй раз прозрел, помимо стилбука. Потому что все, блин, запечатано. Вот это все. Вообще сил. То есть, опять же, я покупал без... То есть, покупалась какая-то бэушная коллекционка. Ну, может, она, скорее всего, может, скрывалась для обзора. Не знаю. Но, сами видите, и стилбук оказался на месте внезапно. Я сейчас очень сильно постараюсь как-то открыть это аккуратно. И так, простите, но я не могу это на камеру сделать. Потому что неудобно очень сильно было. Смотрим, что здесь внутри. Черт, черт, черт. Что-то выкипилось. Что-то выкипилось. Если буду по одному показывать. Конверт. Конверт. Надеюсь, тут не написано, ты пидор. Или что-то типа того. В конверте у нас... Конверте у нас вот такая открытка. Что на ней пишет? Просто Mersetge, трейдмарк. Открытка очень красивая. Формата... Не знаю. Не А4. Чуть-чуть меньше. Не знаю. Для чего она. Ну, в конверте-то там. Может, кому-то послать. Ну, нет. Перебьют. Ничего себе. Да, такое они никому не отправлю. Кстати, на конверте... О, логотип. Не знаю, или его видно на камере. Ну, рельефный логотип есть. Видно, по-моему. Так, влаживаем в сторону. Наверное, как-то так вот сделаем. Будем сюда разлаживать то, что... То, что у меня есть. Конверт. Стилбук. Так. Далее. Еще один конверт. Вот это, блин, внезапно. И в этом конверте уже что-то еще. Так. Может, больше ничего нет. Ну, на нем тоже логотип. Ой, красивый. Аж вспотело. Вообще, не вспотело. Ну, в общем, здесь набор открыточек. Поменьше уже. Красивые. Не менее красивые, но просто маленькие. В игру не играл. Поэтому, ну, во вторую часть. Первую. То я проходил в разы 3-4. Значит, надо будет тоже посмотреть, было ли по ней какое-то красивое издание. Которое реально достать. Ну, она, в принципе, очень хороша была для своего времени. Визуально такая интересная и механика необычная для своего времени. Далее. Ну, здесь у нас набор татуировок. Ну, это я не буду распаковывать. Какой смысл. Просто, блин, зря. Пишет. Мерседж лого. Темперли. Тату. Временная татуировка. Не рекомендуется детям до 3-х лет. На глаза не клеить. Ну, да, чуваки. Вот. Наклей такое на глаза. В общем, какие-то мелкие есть. Можешь себе наклеить на жопу. Не знаю. Извините за эти шуточки пердильные. И можешь вот так на руку себе сделать. Если ты очень брутальный, крутой мужик. Можешь себе налетить на спину. Будешь. Ну, если не Райли Рид, то хотя бы фейт напоминать. Все. В этом конверте все. Все. Убираем его. Ну, и, как говорится, самая вкуснятина. Опять же, я говорю, я начал распаковывать. Просто еще у меня кончилась незавтра память. Самое, ну, самое важное. Это пигурка. И она, давай, давай, тоже маленькая. И кто? Это... Она тяжелая. Она, блин, Ну, я не знаю. Я... Хоть бери специально на веса и ставь, но она отвечает. Она... Нигде не написана. Но она вожит несколько килограмм минимум. То есть, ну, вот эта база, блин, она тяжелая. Сейчас я ее попробую достать аккуратно, чтобы ничего не разбить. Потому что она в пакете, а потом еще в одном пакете. Я теперь понял, почему написано, придерживайтесь за базу. Потому что она, твою мать, тяжелезная. Ведь я возьму ее за стекло. Оно, скорее всего, сломается. На второй кулечек. И вот она. Вот так выглядит эта фигурка. Я не знаю, как вам ее максимально красиво преподнести. Попробую как-то так опуститься. В общем, тут, походу, будет какое-то детство еще. Фейт. Затрагиваться. Раз. Фигурка вот такая. Но, блин. Выглядит просто. Просто царство. В общем, не знаю, что сказать. Кроме слов благодарности чуваку, который мне это все прислал. Дорогой, ты меня удивил. В хорошем смысле. И знаешь что? Я, наверное, возьму тебя в будущем. Еще одну коллекционку. Прости, я прощаю. Не помню, как там ты подписан. Я, может, там снизу допишу. Извини, не готов был. Не подготовился я. Вот такая вот коллекционочка. Надеюсь, вам было интересно на нее взглянуть. Так же, как и мне. И, твою мать, это было шикарно. Не могу воздержать. Сдерживать себя. Очень удовольна. Спасибо. Увидимся еще, ребят. Может, даже увидимся, когда я твою игру наконец-то сяду по играть. Всем привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...